добрый день сегодня 6 октября будет съемка пионерского проспекта от пансионата юнга должен чужой россии приглашалась прогуляться со мной это третье видео снятое сегодняшним днем погнали очень чем не нравится пионерский проспект допустим отличие от парков там той самой анапы улице гулять очень полезно для здоровья тем более немного гулять я начинаю свою прогулку от речки найдет проход к морю он у меня снят 1 пансионат юнга и пойдем вроде 6 октября у нас все еще зеленая это местами а попадают листики есть там осень и осень немножечко но основном кругом одна зелень все у меня находится пансионата распродали в дом вовсю застраивается кусками полосками вдоль заборов его продают и потихонечку застраивают и тополя я их ганских никто не обрезал эти лето кончилось никто не убирает летом тут было культурно все убраны чистенько сейчас это уже никому не надо листья валяются от кричинка вот идешь под дремучим лес мусор это море популярный сигарет на сегодня на третий или четвертую пачку либо кто-то тут ходит курит и бросает и бросает эти пачки с подсигарет справа от меня пансионат юнга бывший который министерство обороны строила строго так и не достроила теперь это очередной пансионат призрак кстати вот такая земля золотая на пионевском проспекте я так просто утилизирует грубо говоря ну может быть когда нибудь то ним достроит а мы идем вот сегодня на море был там ветер дикий дует видео два дня назад по идее выложил сегодняшнюю прогулки а здесь довольно-таки байки байки тихо солнечно тепло я расстегнул куртку кофту иду наслаждаюсь природой тишина сейчас правой стороны от меня начинается пансионат нептун я еще показать вот разницу в заборах какой самый захват замутил этот от пансионат который оборон министерство обороны то есть вон красная линия линия где нептун и вот так вот вышел забор сюда как называется чего хотим то и творим вот так называется никто не виноват россия так и живем вот так в общем вот с левой стороны вот перестраиваемый кусками пансионат часть еще строительство идет и честно я даже не помню как он раньше назывался санаторий но был тоже детский не не буду гадать а честно просто не помню крыши строят нашим детям повторюсь не надо отдыхать вот он никто на центральный вход дай бог хоть может он будет тоже детский санаторий существовать как можно дольше мы двигаемся в сторону жемчужины россии как бы вообще от анапы должен чужина россии в районе 13 километров и все вот такая вот парковая зона за исключением на промежутках где джима ты там тоже гостиницы не гостиницы застроена ну леса так мало представьте так можно 13 километров просто идти гулять моментами встречаются лавочки я думаю он впереди уже отсюда вижу на которых можно остановиться посетить отдохнуть я думаю это вообще нереально полезно поздорове есть еще считать что вот в той стороне грубо ну пускает 10 300 метров и море то есть морской воздух вот сосновый воздух тоже полезный и прогулка он даже в октябре что октября плюс 16 14 где-то такой температурный режим у нас но мне очень тепло комфортно ветер дует надо мной деревьями санаториями детскими бывшими я покажу в каком состоянии находится еще не разваленные детские как у сосны уверен что это не где-нибудь там под донецком или где-то у нас еще война идет а пионерский проспект золотая земля где находится ну как то так вот нет у нас из этого буйства осенних крах делом впереди вижу только начал в этом говорить красненько какое-то дерево красненькими листиками сейчас дойдем на него глянем а тут тоже внезапно появился санаторий называется лазурный берег тоже был мне санаторный проход более культурно так вот примерно должно выглядеть все санатории они так как до этого снял с правой стороны от меня хуторок вот кстати вот и скамеечка на который можно чуть-чуть присесть отдохнуть но я чуть передохнул после прогулок ну вот пансионат хуторок тоже вылезли на пионерский проспект притык уже практически кафешку все построили там дальше тоже уже все это все хуторок застраивается купили все якобы тот участок и в итоге весь этот периметр оказался в их них владениях такая вот веселуха отдыхает красота там что-то походу закрывают тоже всю территорию листами крутят слышу даже вот такие же беседки уважаемые посетители просьба не портим имущество и не садить все правильно пришли посидели ушли аккуратненько даже мусорка стоит территории лагия вот через него через забор видно уже барханчик и море и на самом деле как-то грустно становится сейчас подхожу уже к территории опять вот видите там этот песочек не знаю на камере будет нет видно подхожу уже к еще одному пансионату бывшему кавказ детский оздоровитель на уже про него рассказывал когда освещал проход пансионата кавказ красный красивое дерево красивые листики вот тоже бывшие тоже тех будет устроена территория домами забыл сейчас на самом деле как называется зеленая красивая травка застраивать и мягкую едва детский санаторий который был когда-то как большая собака его боюсь вот сзади меня слышу этого велосипедиста двигается красота вот кстати 13 километров можно гулять мне телефон показывает что мне всего 28 минут на то чтобы снять этот видеоролик 8 из которых я уже потратил внутренняя память есть сегодня очень много снял получается снимаем еще в хорошем формате две тысячи пятьсот шестьдесят на тысяч четыреста сорок точек вот он меркурий рекламирует свою бурную деятельность на территории бывшего пансионата кавказа ооо наконец я нашел листик красиво хочется чтобы было больше это стополь от этого гигантского как насыпалось красота красота вот проход кавказ к морю оно настолько близко и рядом они двигаемся дальше вот черноморец с левой стороны пансионат после него будет мой любимый проход к морю в том смысле мой рабочий любимый вот этот был кавказовский очень красивая атмосфера очень приятный запахи классные елочки тополя растут красота в общем так с правой стороны кубанская него тоже в этом году не работавшую представьте уже можно сказать из трех пансионатов по правую сторону ни одного не работала в этом году же сне ну ладно интересно что будет лет через десять в будущем и продолжает захватывать застраивать я понимаю что ну как-то можно более цивилизованно цивилизованно в виде этого нет ни одного парка хорошего я вижу что вот такой классный проход но по сути курортный поселок нет ни одного парка которые даже были в генпланах и теперь там бетоном закатывают аттракционы устраивают грустно все это на самом деле этим вот она поопережает как вы видите что в Анапе все это есть там более цивильно идет застройка вот мы до сих пор все идем вдоль пансионата черноморец представьте насколько огромная территория сколько людей бы хотели заполучить ну вроде бы держится не знаю кому там честно принадлежит хотя и фотографировала рядом с ними что-то не спросил в этом году ну там детки отдыхали хоть что-то радует вот вход в кубанскую ниву сейчас может будет хороший разрыв я покажу заглядываем из-за угла и я подхожу потихоньку уже к своему вот она кубанская нива а нет еще не подхожу еще чуть вперед это раньше или пожарный въезд или центральный въезд я сейчас напутаюсь раньше как-то было более понятно центрального сторож тут есть охраняет ход в пансионат вот если захочешь войти пойдешь именно здесь десол чем детский вот так вот он выглядит лес леса степь зону перед морем очень приятно и провода двигаемся двигаемся в сторону там моря как тишина много вот еще машины не ездили по пионерски вообще вот круто тень он так тоже не критично но немножко нарушает саму интилию само настроение это место вот он проход к морю на котором я работал делаю красивые фотографии для всех вас отдыхавших в этом году на нашем побережье сейчас вам покажу как он выглядит в данный момент времени вот так вот я снял на прошлом видео с той стороны на этом видео с этой стороны панорамочка вот такой лесок да красиво я думаю ни одному это мне нравится ни одному мне это нравится ой какой-то хороший запах вообще ветер елочка растет но так пахнет круто вообще 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 много все этого вообще так с правой стороны от меня пансионат пламя здесь я пытался подковать его машину бедные страдатели хозяева этого лагеря там испереживались по этому поводу пришлось потом немножко в другом месте парковаться сегодня намотал уже больше десяти километров ой больше десяти да больше десяти у меня больше десяти тысяч шагов с левой стороны от меня называется пансионат одиссея то есть назначала встреча всем здесь и уже вместе с людьми выходил на море делать красивые вещи и фото на пляже видите здесь уже мы вот вышли из леса здесь немножко такое благоустройство имеется вот допустим пансионата одиссея лавочки скамеечки тоже беседочки но что видеоплиточка красиво все убрано молодцы пансионат держит в руках это очень хорошо я вообще тоже детство помню на дискотеку сюда бегали очень часто в этом году вот рядом с ним работал практически весь сезон черная кошка не на как у вас у меня все кошки все к деньгам черных большим меня когда не перебегает дорогу как сильно парикпакистов ходил девушка у другой девушки там тоже спрашивает как просто не рука тут чешется это отдавать или брать деньги ведь я у меня все чешется это и другая ответила так же я живу все кошки все к деньгам люди счастливые хлебушка понесли кискам кискам хорошо сразу смотрите сколько деньговых кокотиков повылазим ой 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 убежал широкую гриб что ли внутрь и гриб кто знает что за гриб под кошкам его кинули этот понял что это гриб Я не разбираюсь, хотя тихая охота тоже очень круто, вот такое дерево красивое. Мы сами двигаемся все дальше и дальше. По Пионерскому проспекту. И подходим к пансионату в селе, который растет как на дрожжах, спят и видят, где бы еще что-нибудь отрезать и захватить. Дальше бывший пансионат Москва, это был санаторный проход между Одиссей и База отдыха Москва. Теперь это типа территория пансионата селе. Ну, хотя бы не закрывают проходы, то хорошо. Вот здесь видите, забор прямо по Пионерскому проспекту уже построили. Ничего. Вот как вот можно, вот Пионерский проспект поставили забор и каждый день здесь лезет наши власти. Тебе его что, типа не замечают? Ну, ладно. Вот смотрите, сколько еще отдыхающих, гуляющих людей здесь. Мы идем, вот тут одно таких самых классных мест тоже. Это вот зоны доступа. Тоже лесная посадка и сосны растут. То есть видите, несколько рядов. Тоже такая очень классная атмосфера. Запах стоит с морским воздухом. Люди отдыхающих, целая куча, кстати. Это пансионат Парус. Вот их у меня Стелла. Проходим ее с той стороны дорожки, она видна. Тоже лидеры самозахватов, я вам показал. Заборы, все что хотите. Там магазины. В этом лесу их не видно. Я так понял, заборы для этого и поставлены. Так вот и живем. Ну, что-то видели, да, возле сирены шли. Все чистенько убрано. А вот пансионат Анапа. Ну, такое ощущение, что алкаши, что ли, собирают какие-то? Водка, вино. Вот просто вот такой набор напитков. И людям больше негде было выпить, как на вот этой лавочке. Жесть просто. Так, так, так. Мы выходим. Вот. Раньше это тоже было Стелла. Было написано Москва на кругу. Теперь вот санаторий Анапа. Кстати, меня смотрят там люди, которые работают в пансионате Анапа. Либо где-то рядышком. Обратите внимание, что не должно быть так грязно. Возле пансионата. Тем более, такого большого. Времени мне, в принципе, получается. Хватило дойти до «Ничужной России». По тротуару гораздо легче гулять, чем идти по песку. Ну, поэтому затрачено времени гораздо меньше. Мы выходим практически уже на «Нич» напрямую. Я вот сюда уже вижу саму «Ничужную России». На камере, наверное, еще пока нет. Не видно это. Ну, мы приближаемся к ней. Вот так. Поехали. Всем тем, кто смотрит наш, 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 ну и ваш и мой ролик этот, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Не забудьте написать свой комментарий. Не забудьте подписаться на мой канал. Порекомендовать мои видеоролики своим друзьям. Делиться этой красотой, природой Черноморского побережья. Район поселка Витязево и Анапы. Чтоб побольше вас приезжало отдыхать к нам. Наслаждались. То есть не только сидели в своих номерах, но могли погулять и по берегу моря. Знали, что, ну, и кончается дело, вышли на море. Вот конец, нет. Можно пройти влево, вправо. Очень много красивых мест, где можно погулять, подышать своим воздухом. Даже вот сейчас, да. Что-то я уже дошел. И уже совсем жарко как-то становится. Вот честно, я уже в майке, наверное, шел, потому что ветра нету. А я еще куртку брал для моря. То есть она тоже на мне висит. Я уже полностью расстегнулся. Сегодня погода просто шепчет. Спасибо тебе, природа, за то, что даришь нам такой рай в эти дни. Октябрь. Если бы не было холодных, наверное, можно было бы сегодня еще и покупаться. Но так как были холодные деньки, водичка тоже холодная. На первом видеоролике я ее пощупал. Да, действительно, прохладная. Как у мотоциклистов тут ездит. Что-то вообще тоже начинаю задумываться о покупке. Какой-нибудь мототранспорт. Потому что двигаться на автомобиле все-таки тяжеловато. По пробкам летом. Вот она, жемчужная России. Просто жемчужная, как ее только называли. Этот проход у меня к морю тоже отснят. Небольшая панорамочка. Будет снята. И на этом мой видеоролик закончится. Вот такая вот красотень. Вот он, проход к морю. Вот она, жемчужная Россия. В общем, не забывайте все то, о чем я попросил ранее. Подпишитесь на мой канал. Порекомендуйте видео своим друзьям. Ждем вас на следующем своем видеоролике. Всем хорошего настроения и такого же теплого и бодрого духа, как у меня. Все, пока-пока.